САМОВАР Здравствуйте! Наш сегодняшний герой – самовар. Принято считать, что самовар появился в России благодаря чаепитию. Но вот такой исторический факт. 7 февраля 1740 года на Екатеринбургскую таможню доставили некоторые изъятые товары. А именно – 6 кадушек меда, 6 кулей орехов и медный самовар с прибором. Таможенники все подробно описали, уделив должное внимание и самовару. Самовар медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской и собственной работы. Но вот что интересно. Пострадавшей стороной оказались купцы Иргинского завода. На этом заводе был сделан и реквизованный самовар. Однако Иргинский завод, как это подтверждают различные источники, почти сплошь состоял из беглых раскольников. Раскольники, то есть старобрядцы, чая не пили, отдавая предпочтение сбитню, напитку на медовой основе. Получается, что самый ранний из известных нам русских самоваров был сбитинником, то есть устройством для приготовления сбитня. И с этого напитка, а вовсе не с чая, началась история самовара. Чайники-самовары использовались продавцами сбитня, которые ходили по базарам, ярмаркам и предлагали подкрепиться горячим напитком с баранками. Чтобы сбитень не остывал, в трубу накладывали горячие угли. Первые из известных нам упоминаний о самоварном производстве и отчаянных самоварах относятся к 1745 году. А в описи имущества Онежского монастыря 1746 года, среди прочего, упомянуты два самовара с трубами зеленой меди. Сохранившиеся самовары 40-х, 60-х годов 18-го века еще значительно отличаются по форме от привычного для нас русского самовара. Первые самовары и внешние, и по своему устройству были похожи на английские так называемые чайные урны или чайные сосуды. Они служили для кипячения воды и были популярны в те времена в Англии. Эти аппараты состояли из двух частей – шарообразного съемного тулова, внутри которого была впаяна конусовидная труба для тяги, и стационарной подставки поддона с ножкой, на которой крепилась жаровня для углей в виде невысокого цилиндра с многочисленными отверстиями на стенках. Уже в середине того же 18-го столетия производство медной посуды и самоваров было налажено в России, на крупных мануфактурах Урала и Москвы. Наряду с самоварами-чайниками делали самовары кухни в виде глубоких чаш на ножках с трубой в центре. Отличительными признаками этих самоваров были внутренние перегородки. Они позволяли не только кипятить воду, но и готовить различную пищу. Иногда отделение, предназначенное для кипячения воды, имело кран. Сваренное кушанье доставали из самовара кухни особыми черпачками. Эти самовары использовались не только дома, их брали в дорогу. При выездах за город, в лесу или в поле в них варили обед и кипятили воду для чаепития. К концу 18 века самовар уже приобрел все свои характерные особенности, которые дают нам основание считать его сугубо национальным изделием. Это наличие трубы жаровни в виде кувшина, впаянного в корпус самовара, поддувала, поддона, крана, ручек с держателями, конфорки, крышки и колпачка-заглушки. Декор самовара следовал за модой. Барокко, классицизм, ампир – все эти стили нашли воплощение как в форме, так и в украшениях самоваров. Первая из самоварных фабрик в Туле была основана в 1778 году и принадлежала Назару Федоровичу Лисицыну. Основателем этого заведения был его отец, оружейник Федор Лисицын, который в свободное от работы на оружейном заводе время построил собственную мастерскую и упражнялся в ней всякого рода работами по меди. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок – бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками и так далее. Самоварное производство оказалось весьма прибыльным. Кустари быстро превращались в фабрикантов, а мастерские – в фабрики. В 1808 году в той же Туле работало уже 8 самоварных фабрик, а в 1850 – уже 28. С этого времени Тула уже прочно утвердилась как центр русского самоварного производства. Большей частью самовары делали из меди и ее сплавов – латуни или тампака. Однако медь сама по себе более мягкий и менее прочный материал. Для того, чтобы изделия были надежнее и дешевле, в самоварном производстве предпочитали медные сплавы. Поэтому красные, то есть медные самовары, встречаются реже, чем розовато-оранжевые, тампаковые. Или золотисто-желтые, латунные. Самовары из латуни и тампака часто патинировали, и тогда они приобретали красивый зеленоватый или коричневатый оттенок. Латунь серебрили ртудным или гальваническим способом. Делали самовары из настоящего серебра. К середине XIX века сложились три основные группы самоваров. Самовары-кухни, служившие для приготовления пищи, самовары-кофейники для варки кофе и самовары для кипячения воды, среди которых выделялись дорожные. В 30-е и 40-е годы XIX столетия появилась новая форма гранная. В таких самоварах средняя часть Тулова гранилась на 6 или 8 частей. Новые типы самоваров появились в конце XIX – начале XX века. Это были керосиновый самовар, самовар-паричка и медные самовары-фабрики Черниковых с устройством трубы сбоку. В последних подобное устройство усиливало движение воздуха и способствовало быстрейшему закипанию воды. Самовары-керосиновые делали только в Туле. Этот самовар нашел большой спрос там, где был дешев керосин, особенно на Кавказе. Керосиновые самовары продавались и за границей. В 1908 году паровая фабрика братьев Шахдад и компания выпустила самовар со съемным кувшином. Его изобрел инженер-паричка. Этот самовар был безопасен в пожарном отношении, не мог распаяться, как обычные самовары, если при топке в них не оказывалось воды. И чистить этот самовар было удобно. Работал самовар-паричка на угле, спирте и другом топливе. Для русского быта самовар не просто водонагревательный прибор. Самовар был своеобразным символом семейного очага, уюта и дружеского общения. Федор Михайлович Достоевский в романе «Подросток» писал, «Самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастьях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических». Став центром общения людей, в каком-то смысле самовар заменил очаг. За самоваром нередко решались серьезные деловые вопросы. Он был необходим и в доме петербургского аристократа, и в трактире или чайной для посадского небогатого человека. После революции 1917 года самоварная промышленность почти прекратила свое существование. Но уже в 1919 году в Туле было создано государственное объединение самоварных фабрик. В 1922 году производство самоваров организуется на первом государственном меднообрабатывающем заводе в городе Кольчугино Владимирской области. После войны единственным предприятием, которое выпускало самовары, оставался Тульский патронный завод «Штамп». Но с 1956 года он перешел на выпуск электрических самоваров. Электрификация всей страны диктовала свои условия и самоваров. С середины 60-х и практически до конца 80-х завод «Штамп» выпускал самовары-сувениры «Ясная поляна». Это была в 56 раз уменьшенная копия самовара, находящегося в музее-усадьбе Льва Толстого. Кажется, что сейчас самовар – это уже чистая археология русского быта. Но нет. В летнюю пору, на дачах, нет-нет, да и встретишь любителей самоварного чаепития. Процедура эта, уверяю вас, неповторима. Ведь, как писал Александр Блок, «Давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар За верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша, Авось и распарит кручину хлебнувшая чаю душа». Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин